вот так внезапно возвращается покрасочный влог планов было громадье но после большого покрасочного стрима что-то как-то мне за не здоровилось сопли кашель вот это все красить было совершенно невозможно потом как-то все закрутилось завертелось дела рабочие дела семейные и вот сегодня решил вернуться что у нас мы все еще продолжаем красить разница в теории в августе концу августа должен был закончить базовую коробку но не закончил очередной раз соответственно профачивал все что только можно в общем что делали красим соответственно все еще вот этих друзей идет сплошная мелочевка нарисована естественно на фляжке борода это вот короткая на голове ну и так по мелочи вот врастает врастает детальками думаю что да не буду загадывать как загадаешь так потом как обычно все идет по одному месту вот в общем потоком красим потоком красим будет когда все в золоте бриллиантах в больших дорогих металлах будет наверно все поинтереснее сзади красить тяжело потому что референса нет приходится там гадать выдумывать чтобы это все было как-то соизмеримо нормально ну в принципе как обычно мелочевка она занимает очень много времени все пойдет нормально завтра с надобьем основные не металлики то есть все это будет приведено это божеский вид но потом если будет силы и время то металликами добьем и собственно эти ребята будут закончены кроме этого я решил что нужно опа поэкспериментировать вот с этим здоровым дядькой у него цвет экспериментировал на ноге свет в принципе получился чуть ярче чем на референсе ну в принципе неплохо плюс соответственно как сделал это я сейчас напишу исключительно для себя вот я соответственно базовый цвет использовал вот этот покрасил в несколько слоев заблокировался резкости новые функции телефона вот 23 слоя вот этой краской контрастами обмотку соответственно прошелся этим контрастом для первости потом сильно разбавил классическим нулойл пролил и добавил нулойл белый чуть-чуть соответственно превратил его в серый получился вот такой вот цвет собственно очень похоже на то что на референсах саму шерсть сделала естественно классическим контрастом для меха ну и сами веревки которыми сделаны обмотки прошелся вот этим контрастом плюс соответственно дуплил нет дуплил это есть красивое слово не помню называется в общем нулойл в падинках чтобы она смотрелась органично ну в принципе получилось достаточно близко к первоисточнику крюл первоисточники он чуть темнее но мне кажется что на столе он будет смотреться нормально посмотрим как соответственно все это дело пойдет вот такие итоги покрасочного вечера на этом все надеюсь увидимся с вами завтра и скорее всего на следующей неделе у нас будет большой покрасочный стрим на котором мы продолжим красить rising sun естественно до встречи